Привет, зритель! Вот я в недавнем ролике жаловалась, он, правда, еще в монтаже, даже еще не дошел до монтажа, он все еще на этой камере, что что-то мне не везет с Китаем, но вот сегодня мне пришло две посылки, я их попозже обозрю. А сейчас я обозрю, что я купила, вот снимаю я, значит, обзор аниме, и понимаю, что под конец снимания обзора аниме мне что-то совсем, вот цапля чахла, цапля сохла, цапля приняла... не будем травмировать некоторых. Короче, цапля сдохла. В общем, цапля сдохла, и я поперлась это вот на воздух, думаю, сейчас я прогуляюсь по воздуху, меня попустит, да нифига. Я сегодня, спустя несколько дней, в другой куртке совершенно старой своей зимней, типа горно-лыжной, и джинсиках, здесь тепло, здесь нет, но не замерзла, минус 7 у нас что-то такое, вроде как, если верить Яндексу. Ну, короче, что-то я икнула, в общем, дошла я до турников, у нас там рядом еще очередную спортивную площадку построили. Короче, у меня сейчас очки вот дохрена темные такие, слушайте, вот я их снимаю так светло, одеваю так темно, может мне без очков, помнится, кто-то в камен так векал, что без очков не типа няшно. Вот я их сниму, я тут вроде как читать-то не буду, поэтому, ну, когда буду читать, буду одевать очки. Или просто покажу вам чеки. Обзор еды будет тут, ну, еще не совсем еды, вот я купила тут конвертик, 30 рублей конвертик, мне тут пришло бумажное письмо от моей великого возрастной подруги, и надо уже, наверное, накатать ей ответ. Вчера я была в магните, увидела тилапию, но на ней цены не было, я как-то думаю, хрен знает, сколько это тилапия стоит, вдруг она бесценная, 200 с чем-то рупий, я даже, может, сейчас это... Вообще, я сначала зашла в один магазин, сняла бабла, потом, ну, сняла, дошла до банкомата, сняла бабла, потом зашла на почту за конвертом, потом зашла в другой магазин, а потом пошла на площадочку. Поняла, что в этом прикиде вполне себе свободно, и можно еще сходить, может, даже вечерком, и вообще в этом прикиде лучше ходить, пока снежок-то такой, типа зима. Так, слушайте, я даже вижу, тилапия, 216 рублей, 600 грамм. Давно я ее что-то не покупала, а в магните я вообще первый раз тилапию вижу. Тилапия, культура, аква, из Китая, насколько я помню, там должно быть написано. В общем, вот тилапия. 5% там глазурь водяная, остальные 95% рыба. И удивительно, кот, который, может, его даже не видно, но он там, сзади, на фоне, на этом, на моем голубом пледике дрыхнет. Он что-то не унюхал эту тилапию. Короче, сегодня я открыла себе шпротики в ранище, так где-то в 6 чем-то утра, около 6 вообще, заинстаграммила их чисто для того, чтобы люди, которые вопят, что в светофоре нельзя путное ничего купить. Только на дату изготовления, смотрите, а то некоторые вякают, что дата изготовления не такая. Так, ну, она ж не виновата, что вы невнимательные. Привет, Оксана. Ну и, короче, та, которая невнимательная. Хотя другой Оксане тоже привет. Вдруг она из светофора, работая, увидит. Оксана же, да? Склероз. Именно. Короче, в общем, этот, открыла я шпротики, что-то мне приспичило бутербродик захомячить, ну, на, вот картошки потом сварить и доесть уже эти шпротики. И у меня вообще был чёрный хлебушек поверх три этих шпротинки, и поверх шпротинок отрезанный кружочками огурчик. В итоге я его просто закусывала этим огурчиком, потому что он у меня сползал. И сфоткала в Инстаграм, чтобы показать людям, что в светофоре вполне себе вменяемая консервная рыба шпроты есть. Причём состав там тупо рыба, масло подсолнечное, соль. Ну и, в общем, у меня тут шпроты. Теперь ещё тилапию сейчас завояю. Хочу с кунчосикой завоять её, с кунчоской. И вот так-то вроде. В общем, рыбный день практически. Купила я себе бананы. Три бананы, они так лежали, три, слушайте, они такие тяжёлые. Что они вообще весят-то сколько? Бананы, вы где? 822 грамма. Слушайте, если один глаз защурить, то я вполне себе на расстоянии, не знаю, сколько меньше 10 сантиметров вижу. Бананы у меня вышли на 45 рублей 13 копеек. И стоят они сами за килограмм 54 рубля 90 копеек. Не помню, сколько они вчера стоили. На я в чеке глянусь. В общем, вот бананы, три банана. Жёлтых таких, крепеньких. Так, рука тянется. Ещё я купила себе два авокадо. Один потемнее, другой посветлее. Я уже теперь знаю, что они должны быть тёмненькими и мягонькими. Ну и, в общем, они у меня дозреют, и я их захомячу. Мне ещё тётя сказала, что можно это его построгать, потереть и сделать салатик. Потом я почитаю какой-нибудь рецепт с салатиком. Помню, как-то роллы мы с моей знакомой в Ярике заказывали. И там были вот эти вот авокадо. Как-то я заказывала роллы. И тут, и там были эти авокадо. Ещё я как-то тогда заказывала какую-то типа особу, и там были авокадо. Но там очень много лука было. И вот за счёт этого лука я не осилила ни авокадо, не поняла вообще прикола. Но мои родственники периодически делают на какие-нибудь семейные торжества салатики, где есть авокадо. Короче, я им прониклась. Меня ещё, правда, спрашивают моя ближняя родственница, хрен ли ты обкусанный авокадо выложила в ВКонтакте. Я говорю, вообще в Инстаграм оно туда выходит. И не обкусанный я. Сфоткала чисто это яйцо. Ну, в смысле, вот это озёрнышко. Я не думала, что оно настолько огромное, похоже на куриное яйцо. Я его сфоткала. Чё такого, подумаешь? Я ж не жопу голову чё-то выкладываю. Всего лишь косточку с авокадой. Короче, авокадо у нас, где оно тут? 53 рубля 90 копеек. Оба две штуки. 107 рублей 80, учитывая, вышло так. Чё у нас там ещё? А, я ещё купила. Я вообще туда пошла за своим любимым сыром, про который я стабильно в своё время забываю. А у него нормальный состав. И в прошлый раз когда-то... Ну, короче, когда-то я его уже обозревала. Где, не помню, в Дикси, что ли, я его покупала. Или в Пятёрке. Он, что-то мне по скидке попался 100 с чем-то. 150 с чем-то или 160 с чем-то рублей. 300 грамм. Магнитик он у нас был по 229. Честно помню, так примерно цена 400 грамм. Думаю, ну, потом. Чё-то не хотелось. А тут зашла, смотрю, он уже не по скидке. Он уже 300. Думаю, да ну, жаба задушила. Думаю, потом когда-нибудь куплю по скидке. А мне тупо надо... Хочется, короче, картошки сделать кругляшками на свином сале. В сковороде с толстыми стенками. Под крышкой стеклянной, с дырочкой. И потереть его, ну, покидать на него сыр. А тут, короче, вот был по скидке вот такой сыр. Руки как состав тоже вполне себе уменяемый. По крайней мере, никаких ешек, красителей, аната и прочей хрени я не нашла. Я, правда, не понимаю прикола вот этого сыра пармезан. Я помню, когда эти ввели годы 4 назад первые санкции. У меня тогдашний полусетевой, мой типа полупарень, полуфренд, уже бывший и то, и то, Дима выл в какой-то стишок даже написал в свой ЖЖ этифоретник, что типа вот пармезан, теперь не пожрёшь этот пармезан. Думаю, что прикол. Короче, в общем, и я из-за этого пармезан обходила стороной. Мне как-то опасно было его покупать. Думаю, хрен знает, съем и контент кину. А тут был тёртый сыр пармезана. Мне тупо тёртый надо было сыр в идеале-то с нормальным составом. Состав нормальный. Я вам сейчас не буду зрение напрягать, потому что там очень мелко написано. Я так вот сделала, может увидите. Короче, дольче сыр пармезан тёртый 40%, 150 грамм, 105 рублей, без копеек даже. Это вот у нас было в магните. Всё вышло на 473 рубля 93 копейки. Вот я сейчас как-нибудь это поднесу. Так, а ещё перед этим я зашла в один магаз. Где оно вообще? Я поняла, что мне хочется какого-нибудь мяса. У меня как бы есть свиная шейка, куриные эти голени, фарш свиноговяжий. Я про него забыла, только сейчас вспомнила, пока произносила. И куриный ещё фарш где-то пол-полкило, с которым я делала эти пирожки, которые уже на канале. Я ещё думала тесто купить, а потом думаю, да ну нахрен его надо будет печь, а у меня другие планы. Я опять полжизни проведу на кухне, а потом откидываться буду. К тому же это ждать надо. И в общем в итоге, я думаю, зайду в один магаз, если там есть вот это мясо такое, которое как бы мясо. И куплю себе этого мяса. И сделаю бутербродик или там с макарошками захаваю. Или так, типа того. Вот тут верхний слой я срежу, потому что он на витрине у них лежал как бы. И отдам коту. Ой, только не вопите по побольше, что такое жрать коту нельзя. Иначе я всё-таки запишу ролик на тему, из чего там делают вот эти, эту жрату кошачью. От супер дешёвой до супер дорогой. Короче, в общем, сколько он у меня? Я думала, что он дохрена дорогой, а он у меня что-то на 50 с чем-то вышел. У меня где-то тут чек даже есть. Правда, это чисто карты чек. 56 рублей 30 копеек. Ой, блин. Чё-таки я чё-то думала. Вот такая-то. Мне сказали, что это вроде карбонатик. Я не помню, что такое карбонатик. Часть кого она свиньи, коровы. Ну, вроде не курицы. Ну и, короче, в общем, я решила его себе купить. Думаю, я тут чё-то помирала, так помирала. Ну, проснулась, а по чё-то поделала. А потом легла на часик. Понимаю, что я помираю. Наверное, мне надо мясо. Это мной, наверное, мясо не ела. Потому что куриный суп из куриного бульона без мяса. Это всё-таки как-то совсем печально. И надо мясо. Мясо надо, мясо. В общем, и вот я скупила. Всё, что я тут купила, я вам обозрила. Попозже я, наверное, обозрю эти посылочки. Я сама не знаю, чего там. Одна чума всё-таки пришла. И одна, видимо, надеюсь, одна единственная. У меня один доказ был на Алиэкспресс, который я 11-11 делала с панкоженьки. Она мне напомнила, что вот 11-11 там вот эта вот самая фигня. Типа скидки. Короче, я вот покушаю, а потом я, наверное, буду прива вскрывать. А вот обзор журнала, где он там, чёртова деревья, шёпотом. Асмрно. Я попозже сделаю. Может быть, на следующей уже неделе. Может быть, завтра. Не знаю, как-то так. В общем, там хоть я же не вижу себя вообще. Ну, я как бы примерно вижу. Знаю, куда там надо нажать. Наверное, на очки одеть. Потому что мне эта красная точка слегка расплывается на камере. В общем, всем спасибо, кто осилил. Принимаю комменты на тему. Лёля, как тебе хорошо без очков? Снимай почаще без очков. Тра-та-та. Ля-ля-ля. Всем пока. Пока.